Добрый день, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Я хочу рассказать о первых четырех шагах познания к Богу, то есть самое-самое начало. В этом разделе, а он будет очень маленьким, я расскажу, как в самом начале, без логических терминов, прийти к Богу Отцу. Первые четыре шага в жизни с Богом. Это покаяние, первое. Второе, молитва, то есть разговор с Богом. Третье, это изучение Слова Божьего, изменение нашего разума. И четвертое, пребывать в общении верующих, то есть нужно прийти в церковь. Немного истории, как появился этот раздел. Я размышлял для блога на тему Святого Духа. Но тут Бог говорит мне и задает такой вопрос. Ты много можешь рассказать, но если человек услышит, как ему ко мне прийти? И я все оставил до времени. И пишу эти четыре шага по дороге к Богу Отцу. Первое, давайте, друзья, посмотрим более детально. Покаяние, это признать, что до этого момента вы жили в грехе и без него, и попросить его войти в вашу жизнь, и попросить, чтобы он наполнил вас своим Духом, Духом Святым. И когда мы приходим с искренним сердцем, Бог принимает вас, меня, любого человека, оправдывает вас в ваших взаимоотношениях с Ним и наполняет вас своим Духом. Где бы вы ни находились, в метро, в пустыне, в джунглях, может просто сидите на скамейке в парке и слышите этот подкаст. В каком бы возрасте ни были, мужчина или женщина, что бы вы ни сделали, он слышит вас и ждет вас. И вообще, друзья, если вы слышите эти слова, значит Бог, Отец, все-таки нашел вас и призывает вас к себе. Молитва – это разговор с Богом. Здесь я расскажу, как прийти к Богу Отцу в молитве, открыться Ему. Все в очень простой форме. Позже вы научитесь молиться сами. Но в этот момент, пока вы не знаете, я немного проведу вас. Изучение Слова Божьего – это важный шаг во взаимоотношении с Богом и вашей новой жизни. Правильно смотреть на вашу новую жизнь, изменить ваш разум и точку зрения на жизнь. Я также расскажу очень просто. Или слушайте, или читайте Библию – нет разницы. Я расскажу, как правильно понимать его, с чего начать. И, конечно, теперь вам будет помогать Дух Святой, которым вас наполнил Бог. И важная очень тоже часть – это пребывать в общении верующих. То есть найти и прийти в церковь. Это важный шаг в вашей жизни, потому что церковь – это тело Христова на земле. Это Божий дом. Это важный шаг. Нужно обязательно общаться с подобными вам людьми, верующими, которые живут с Богом и Духом Святым. Ведь вы сейчас это не сильно понимаете. И не нужно, друзья. Сейчас просто пройдите эти четыре шага, а дальше вы сами все поймете и будете знать. Я даже не сомневаюсь, что придет время, и вы будете меня учить. Я буду с вами делиться своим жизненным опытом. Я не сомневаюсь, что Дух Святой вас обязательно приведет в ваше место в жизни, где вы будете счастливы, и вам будет очень интересно жить. А дальше, во втором разделе, я более детально расскажу о дальнейшей жизни, что делать дальше. Но на данный момент это трудно понять. До встречи во втором разделе.